Дерево красивое. У нас на деревьях листочки появились, да? Вот давай, вот смотри, вот смотри, я нарисовала, давай. Ну-ка давай листочки рисуй. О профессии соцработника Надежда Шипилова никогда не задумывалась. Почти 20 лет женщина проработала воспитателем няней в этом интернате. После сокращения штата ее перевели в социальные служащие. На уровне государства существует даже специальное почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Надежду такого звания еще не удостоили, но у нее уже есть грамота от президента страны. Каждому нужен разный индивидуальный подход. Вот к одному ребенку полоскать, к другому немножко чуть-чуть, ну построже, как говорится, сказать. Ну, впрочем, дети, они такие дети, но они стараются, они любят. В 2000 году президент России подписал указ об официальном праздновании в стране Дня социального работника. Теперь этот праздник отмечается ежегодно 8 июня. Фатима Угурчиева одна из тех, кому небезразлична жизнь этих детей. Поначалу работа здесь для нее была невыносимо сложной, но к особенным детям нужен особый подход. Со временем Фатима набралась опыта, полюбила своих подопечных и все стало на свои места. За 21 год, что она работает в этой сфере, женщина не раз решалась поменять профессию, но всегда возвращалась обратно. Два года проплакала, не могла сюда приходить, найти детей смотреть, но привыкла и начала работать. Ага, без этой работы я уже не могу. Я сейчас приезжаю с Нисокажева сюда на работу. История праздника уходит своими корнями еще в Петровскую эпоху, когда в 1701 году Петр I подписал указ о создании богоделин для престарелых, нищих и больных. Профессия же социального работника появилась в России лишь в 90-х годах 20 века. Многим из нас кажется, что работа социального работника заключается только в оказании помощи пожилым и немощным людям. Это заблуждение. На самом деле социальный работник готов прийти на помощь любому человеку, который в этом нуждается. Этот день – праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Сегодня интернат в Троицком стал родным домом для 22 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Воспитатели стараются не просто помочь в элементарном, а окружить их заботой и любовью. Социальные педагоги и работники смогли реанимировать в ребятах интерес к жизни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Профессия социального работника очень востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этом интернате более 25 соцработников. У каждого из них свои подопечные, которых они стараются поддержать. Ведь все эти ребята по разным причинам оказались в тяжелых жизненных условиях. Профессиональный праздник соцработников – это благодарность общества за их труд, добрые сердца и отзывчивость. Бывают даже дни, у некоторых наших воспитанников есть свои любимчики, есть свои любимые воспитатели, нянечки. Бывает даже вот они капризничают, учитывая свой диагноз, учитывая их диагноз, учитывая их интерес, нам приходится даже иной раз вызывать из дома того воспитателя, с чьих рук они хотят, например, покушать или с кем хотят поиграть, чье внимание желают. Их труд тяжел и не всегда благодарен. Социальный работник звучит слишком официально. Для своих воспитанников они самые настоящие мамы, которые каждый день разделяют их боль, их трудности и отдают частичку себя. Руслан Лабгачев, Хаваш Гойгов, Новости 24.